Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел интереснейший вопрос. Могут ли бесы подслушивать молитвы и просьбы к Богу, которые говорятся вслух, чтобы узнать наши благие желания и помешать их воплощению? Или же Бог делает недоступными наши обращения для нечистых сил? Во-первых, дорогие друзья, православным христианам свойственно преувеличивать значение и силу бесовских полчищ по отношению к роду человеческому, забывая, что Господь повелевает им и ему ограничивает их силу. Как говорил один преподобный отец, что если бы Господь не ограничивал силу сатаны, он в одно мгновение испепелил бы весь земной шар. Но Господь ограничивает, он всемогущий. И то зло, которое возникает в результате действий бесовской силы, всегда может быть направлено ко благу. Это аксиома. Но, повторюсь, мы иногда слишком много придуём им значения, боясь их на каждом шагу. А они давно сидят на заборчике и ногами машут. Им делать уже нечего. Мы сами за них делаем всю работу. Им и подсказывать нам ничего не надо. Мы уже по привычке идём на всевозможные греховные пути. И зависть, и злоба, и ненависть, и блуд, и гордость, и воровство. Сами всё делаем. Им подсказывать ничего не надо. И что касается этого вопроса, когда ты что-то произносишь, да, они слышат твои слова, мысли они читать не могут. Они могут только по движению тела, глаз, положению тела, твоих слов понять. Вот тот прилог, который на тебе послали, греховный. Сочетаешь ли ты с ним, соединишься, усладишься ли им, реализуешь ли? Ли его. Тогда становится всё ясно и понятно. Так они миллион прилогов в нашу голову направляют. И мы, как правило, слышим их только тогда, когда начинаем молиться. Ух, как они мешают. Сколько пустых мыслей приходит в нашу голову, как только мы пытаемся сконцентрироваться на что-то важном. И это не популярный сериал, не кинофильм, не музыка, а именно молитва. Так, когда мы начинаем слышать весь этот хаос пустых разговоров в нашей голове. Ну, надо научиться не обращать на них внимания, так же, как на самолёт пролетающего. Возле вашего дома, если вы живёте недалеко от аэропорта, или как на мух, которые летают у вашей веранды в жаркие летние дни. Просто игнорируйте, бегите от них. Бороться с ними не надо по тем же Святоотеческим заветам. Но опять же вернусь к сути вопроса. Если не слышат и просьб Богу, могут они помешать? Как я сразу сказал, Господь силен, Господь могуч, Господь всесилен, и не может ни один бес помешать действию воли Божией по отношению к тебе. Хоть ты будешь кричать эту молитву. Не потому они не исполняются, потому что бесы услышали и напакостили, а потому что, как говорит, допустим, апостол Иаков, полученное хотите использовать для реализации своих похотей. Что такие похоти? Это похоти плоти, похоти отчест, гордость житейская, как добавляет апостол Иоанн. То есть что? Жажда власти, жажда развлечений, жажда богатства. Вы скажете, нет-нет-нет, я этого всего не хочу, я хочу другого, хочу здорового или еще чего-нибудь. Ну, неисповедимы пути Господни, и мы не знаем, чем в конечном итоге окончится здравая, богатая жизнь нас с вами или наших родных. Оставим это нашей вере. Господь верой познается, и только лишь доверившись в Ему, можно спокойно просить Бога то, что на сердце нам ложится. Но будет воля твоя. Так должна оканчиваться любая молитва, даже когда нам хочется, чтобы исполнилась воля только моя и ничья иная. Тяжело молиться так влюбленным, трудно так молиться тем, кто болеет, особенно матерям, бабушкам, когда ты молишься за других. Трудно, но нужно. И не забывать благодарить за все то, что у нас есть. Неблагодарный не получает ничего. Неблагодарный не умеет видеть промысла Божия в своей жизни. Неблагодарный не получает то, что и мог бы получить, потому что не сохранит. Не умеет благодарить, ты не умеешь ценить. Не ценят и теряешь. Поэтому научитесь с Господом разговаривать правильно, чтобы молитва была не заклинанием, вот я сейчас прочитаю на правильном языке, правильные слова, в правильной последовательности, в правильном антураже, в правильном месте, и уж точно все исполнится. Особенно если свечку большую поставлю, большую и толстую. Уж наверняка поможет. Нет. Господь — личность, живая. С Ним надо вести диалог, а не пытаться его к углу прижать и сказать, вот Господь, я все правильно сделал, прочитала 40 акафистов, читала в полночь, ни позже, ни раньше, 40 тысячами человек, ты мне теперь обязан практически исполнить желаемое. Ему сильно негодуем и недумеваемо. Что ж такое? Не сработало? Ведь Господь не покупается акафистами, всеночными бдениями. Ему сердце твое надо. Твоя жизнь нужна. Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Познавайте истину, старайтесь принять из рук Господа Бога то спасение, которое Он дает нам даром, и благодарность за это, осуществленное Господом Богом, дело нашего спасения. Исполняйте его заповеди, относитесь с любовью друг к другу. И глядишь, и будут исполняться ваши молитвы. А может быть, вы их даже произносить не будете, потому что научитесь искать прежде Царства Божьего, а все остальное будет прикладываться нам, даже если не будем просить этого. Но будем трудиться в этом направлении. Будем к людям снисходительны. Не будем искать своего, как пишет апостол Павел, говоря о признаках любви. Будем для всех быть всем. И так все в нашей жизни наладится, все станет на правильные рельсы, и пойдет на поиск нашей жизни в правильном направлении, потому что, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok